Ряд массовых отравлений в школах страны вызвал многочисленные и более детальные проверки в столовых системы образования. Контроль в этой сфере усилен. О безопасности школьного питания в нашей области смотрите следующий сюжет. К примеру, в общеобразовательной школе номер 25 столовую обслуживает частная компания, выигравшая тендер. В обязанности предпринимателя входит закуп продукции и организация работы кухни. Сам по себе чек-лист контроля за организацией школьного питания включает в себя множество требований. Это, к примеру, установление продолжительности перемены для учащихся или введение журналов учёта. В пищеблоке важно соблюдение проектной мощности, исправность системы водоснабжения, теплоснабжения или вентиляции, наличие у персонала медицинских книжек с отметкой о прохождении медосмотров, проверка качества продуктов питания и многое другое. В 25-й школьне мы ежедневно обеспечиваем информацию о меню на школьном интернет-ресурсе. Меню утверждается управлением образования. Работаем с поставщиками только при наличии у них соответствующих лицензий и сертификаций. Здесь также работает комиссия по мониторингу качества питания с участием представителя попечительского совета, родительского комитета, администрации школы и медработника. Ежедневно меню в столовой утверждается директором школы. Затем оно вывешивается в столовой, на сайте школы и в электронной системе «Кунделик». То есть родители также могут ежедневно отслеживать, что ребенок кушает сегодня, какой громаж продукции и так далее. Далее, значит, с утра, когда продукция уже, блюда готовы, обязательно медицинская сестра, у нее есть брокеражный журнал, она проходит, значит, на территорию там, где приготовляют еду, она проходит, берет пробы еды, значит, пробует это и, значит, как бы дает добро на то, чтобы дети начинали питаться. Напомним, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля провел мониторинг в 354 столовых и 12 буфетах. В итоге были выявлены несвоевременное заполнение журналов осмотра сотрудников, отсутствие маркировки инвентаря, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами и просроченные суточные пробы от каждой готовой продукции. В результате каждой школе и другим организациям образования даны строгие поручения по безопасности питания для детей. Безопасность питания – это прежде всего, потому что мы работаем с учащимися, и о безопасности у нас, естественно, есть работники столовой, которые разделены по должностям. Каждый, кто осуществляет прием, допустим, продуктов питания, когда осуществляется госзакупки, мы получаем продукты, проверка идет по качеству, по сроку изготовления, все фиксируется, принимает ответственный работник и, естественно, составляет определенную документацию. Все это проявляется на наличии качества, и затем, естественно, это вступает уже непосредственно в работу меню. Организация горячего питания в школах остается актуальным вопросом, который всегда будет на контроле. АЛМАГУЛЬ ЖИНПЕЙСЫВ АЛТЫНБЕКТЫНЫШКАЛИЕВ САИТСИМИГУЛА АКЖАИК АКПАРАТ